Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, причиной заснятия данного ролика послужило то, что в конце этого месяца, в эти дни, ко мне в руки попала статистика дорожно-транспортных происшествий в течение всего прошлого года. И эти цифры просто ввели меня в шок, когда я узнал, что если посчитать на каждый месяц жертвы на наших дорогах, смертей, которые произошли по причине дорожно-транспортного происшествия на наших дорогах, получается около 30 человек в течение одного месяца погибает. В течение всего прошлого года погибло около 300. Это цифры, которые были на тот момент. Не дай Аллах, чтобы они, конечно, оказались еще больше. Но факт то, что 300 человек в течение 22 года погибло на дорогах. Из них около 30, 26 или более детей. Кто-нибудь из нас об этом подумал? Эти цифры возникают из-за каждого из нас. То есть мы можем, каждый из нас, можем поменять эту цифру. Каким же образом? Как же нам избежать этих жертв, этого ущерба на наших дорогах по причине нашего автомобильного транспорта? Того блага, который Всевышний Аллах нам даровал для того, чтобы этот транспорт служил для нас во благо. В связи с этим хочу некоторыми советами своими поделиться с каждым, кто садится за руль своего автомобиля. Нам, конечно, каждому понятно, что причина каждого ДТП – это нарушение правил дорожного движения. С этим никто не поспорит. Но, однако, хочу начать со следующего. В первую очередь, прежде чем сесть во время посадки в свой автомобильный транспорт, не забываем поминать Всевышнего Аллаха с именем Всевышнего Аллаха. Бисмиллях. Если мы можем, запишем или же выучим дуа, которую посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма читал, когда он садился на свое животное, то будет, конечно, еще лучше. И еще лучше, если эти дуа будут в качестве напоминания висеть под зеркалом каждого из нас и не забывать читать его, то есть вспоминания Всевышнего Аллаха. Первое, что могу посоветовать, это в первую очередь начать свое движение с поминания Всевышнего Аллаха и сохранять состояние поминания Всевышнего Аллаха во время всего движения на своем автомобиле. Следующее, конечно, возвращаясь к тому, что уже и сказал, это четкое исследование правилам дорожного движения. Правила дорожного движения возникают, они происходят откуда? От специалистов, которые изучают правила, обеспечивающие сохранность жизни на дорогах, за рулем и для тех, кто водит автотранспорт, и для тех людей, которые являются пешеходами. И согласно мнению, а также заключениям всех ученых научных советов исламского мира, соблюдение правил дорожного движения является обязательным для каждого мусульманина. Ибо нарушение этого правила ставит под угрозу в первую очередь жизнь человека, жизнь самого водителя, а также жизнь других участников автомобильного движения, а также пешеходов в том числе. Поэтому мы не вправе подвергать риску ни свое здоровье, ни свою жизнь, ни здоровье кого бы то ни было другого и даже животного. Расланник Аллаха в хадисе сказал То есть недопустимо причинение вреда ни самому себе, ни кому бы то ни было другому. Это очень важно. Также, дорогие братья, хочу сегодня более подробно рассказать об очень действенном средстве, которую для нас оставил наш посланник Аллаха Мухаммаду в качестве самого лучшего оружия, которое защищает нас от бед и несчастных случаев — это милостыня. Я очень часто наблюдаю за некоторыми водителями, которые оставляют на запас в своем подстаканнике или же в какой-нибудь ячейке своего автомобиля некоторые мелочи, которые они расходуют в качестве милостыни, в качестве садапа. Хочу сказать следующее, что это очень хорошая традиция. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, когда люди впали в ужас при затмении солнца, он советовал людям прибегать к милостыне. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدَعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا Когда вы замечаете подобное, то есть когда вы чем-то рискуете, или же когда вас настигают какие-то угрозы, опасения, вы прибегаете к мольбе, просите у Всевышнего Аллаха, وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا 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 وَصَلُوا وَصَلُوا وَوَصَلُوا وَصَلُوا يَدْاوِ كَبِّرونَي Что касается милостыни, милостыню можно давать с определенным намерением. Например, если мы хотим куда-то поехать или же отправиться в какую-то дальнюю поездку, прежде чем это сделать, сделать милостыню, садака с намерением, чтобы это стало причиной нашей безопасности в этом пути. Ибо Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, «Авзу билляху мин ас-шайтанин рожим» «У ман ят-та-гилляха, я джа-алляху махраджа» «Тот, кто проявит богобоязненность, Всевышний Аллах сделает для него выход и избавление от трудностей и бед». Милостыня — это очень мощное средство, которое применяется со времен нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллим. Большое количество ученых считают мустахаббан, то есть желательным, чтобы люди прибегали к милостыне, когда их настигает, например, засуха. И когда они намерены отправиться на молитву о прощении дождя, прежде чем отправиться на эту молитву, ученые считают желательным начинать, то есть сначала сделать какое-нибудь садака, сделать милостыню, и после этого даже ученые призывают имамов, чтобы те в своих назиданиях, когда наступают засушливые дни, засушливые времена, когда люди начинают страдать от этого, чтобы они прибегали к милостыне, к садака. И поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы человек ежедневно даже делал какую-нибудь милостыню с садака с намерением защиты его от несчастного случая, будучи за рулем. Приводится также хадис от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима, где посланник Аллаха говорит, Воистину милостыня мусульманина продлевает ему жизнь И защищает его от внезапной смерти И благодаря этой милостыне Всевышний Аллах его избавит от гордыни и высокомерия. Да сохранит всех нас Всевышний Аллах от бед. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.